Итак, это случилось. Это прохождение Аттила Тотово. Очень долго я думал, стоит ли его записывать. Игра всё-таки получилась достаточно сырой. Много багов, не слишком хорошая оптимизация, вылеты. Но тем не менее, это Аттила Тотово и это прохождение за вандалов. На легендарной сложности, конечно же, базовая сложность фракции очень высокая. То есть, лёгкой игры не будет точной. Вандалы одна из фракций, из группы переселившихся народов, самая сложная из этих четырёх фракций. Вообще, я не знаю почему ни один из крупных летсплейщиков не начал прохождение. Не за одну из фракций, из переселившихся народов, так как это достаточно колоритная фракция, наследники Римской империи, в некотором смысле. Но, видимо, геймплей за Орду, совершенно новый геймплей, где приходится многому учиться на ходу, причём на высокой сложности, их отпугнуло, видимо. Ну, гуны — это отдельный вопрос. Хотя у них базовая сложность высокая, я бы сказал, что наоборот. У них базовая сложность на самом деле где-то средняя или даже лёгкая. Сложности я за них никакой не увидел. Вот хотелось бы отметить, что за тех же самых Вестготов сложность имхара несколько повыше, чем лёгкая, учитывая то, что они находятся в центре Западной Римской империи, и имеют на начало большое количество войн. Но, тем не менее, мы будем играть не за Вестготов, а за Вандалов. Очень колоритную фракцию, с большой историей, достаточно колоритной. Настройки кампании. Вот они на вашем экране. Действия ИИ пока что полные, время боя — 40 минут, так как 20 минут — это слишком читерно, на мой взгляд. Хочу я быть честным по отношению к искусственному интеллекту. Но уже слишком долго тяну я со вступлением, начинаем кампанию. И, кстати, умышленно ничего я не сказал об истории Вандалов, о том, какие цели у нас в нашей только что начавшейся кампании. Пусть это будет сюрпризом для тех, кто о Вандалах ничего не знает. Ну а для тех, кто знает, сообщу. В прохождении я буду придерживаться исторической линии, придерживаться исторического пути вандалов при их расселении, при их кочевом продвижении по территории Римской империи. Так что здесь будет очень много исторических параллелей, ну насколько это будет возможно в ходе прохождения. Все-таки главная цель в этом прохождении будет неполное соответствие истории, что на легендарной сложности довольно трудно. Главная цель на начальном этапе это просто выжить. А за вандалов я скажу вам, это будет достаточно трудно. И сейчас вы увидите почему. Настало время великого переселения. На запад идет орда гунов, разрушающая все на своем пути и сгоняющая народы с насиженных мест. Ведите свой народ в плодородные земли за Рейном. Силы Западной Римской империи слишком растянуты, чтобы помешать вам переселиться туда. Но в эти земли стремятся и другие племена, так что вас ждет нешуточная борьба. Не забывайте и про земли за Средиземным морем. Африка тоже может стать вашей. Покорение морских просторов откроет перед вами поистине безграничные возможности. Тогда вандальское царство будет править всем миром. Итак, вот оно начало кампании за вандалов. Вот она стратегическая карта. Глава первая, подготовка. Они готовились к войне. Наша задача продержаться до весны 400-го года. Ну и выполнить ряд дополнительных целей. Сразу я их вам покажу. Это разрушить или разграбить не менее трех разных поселений. Изучить технологию трудовая повинность. Остаться кочевой ордой. Разграбить Августа Вендели Кором. Это римское поселение, расположенное в трансальпийской Галии. Поселение со стенами, хочу отметить. То есть, простого штурма его не будет. И задание находиться в двух провинциях. В Реции Норик и Германия. Германия это провинция сверху. А в Реции Норик входит и сам город Августа Вендели Кором. И обратите внимание на вот эту маленькую речку. Это Верховье Дуная. Течет он здесь на восток. И эта речка здесь очень важна. Важна для будущей истории вандалов. Здесь проходит граница между провинциями. И здесь наша орда остановится надолго. Но сразу покажу я вам дипломатию. Сами вы видите, добро-соседских отношений мы ни с кем не имеем. Разве что только с Аланами и Свебами. Но эти два наших союзника находятся очень далеко от нас. И ни на их помощь, ни на какую-либо поддержку рассчитывать не стоит. Вандалы будут проводить эту кампанию в гордом одиночестве. Ну или рассчитывая на своих данников, на те народы, которые мы будем покорять, либо освобождать. В ходе войны с соседями, варварами, либо с Римской империей. На старте мы сразу же имеем войну с алеманами. Находятся они как раз в провинции Германия. И у них есть прекрасный город со стенами. Разве что с квадами на начало кампании мы имеем хоть какие-то более-менее сносные отношения. Ну, минус 16 это, конечно, не так уж замечательно. Но тем не менее, сразу же можно попытаться общелкать слонгобардов, тюрингов, лугиев, квадов, чтобы заключить хотя бы договор о ненападении. Ну, шансов пока я здесь не вижу на заключение договоров с слонгобардами, и будем проверять тюрингов. Умеренный шанс. 700. Одно из нововведений. В отеле это возможность вручную вводить сумму платежа, и я этим воспользуюсь. Они хотят 600, но я приниму, но я приму это предложение. Очень важно на первом же ходу заключить как можно больше договоров о ненападении, потому как это стержит наших потенциальных противников хотя бы в некоторой степени. Ну, хоть как-то, и стержит хоть как-то. Позволит нам избежать войн в дальнейшем. По истории вандалы, кстати, были союзниками Рима, долгое время сдерживали варваров. По северной римской границе. Но, те времена подходят к концу. И на начало этой кампании вандалы предоставлены сами себе. Положение двух орд вандалов плачевное. Казна в минусе минус 800 золотых. Сплоченность армий весьма и весьма низка. Да еще и лиманы будут очень и очень быстро наращивать свою военную мощь. Поэтому сразу же несущие победу отправляются к Увурсусу, дабы начать осаду этого поселения. Пока что мы станем Ордой под его границами. Другая армия под предводительством нашего военного лидера, нашего вождя, Гадигизеля, находится возле Касургиса. Теоретически можно сразу же взять этот город штурмом. Но пока что германские земли меня не интересуют. Я использую эту армию для того, чтобы помочь несущим победу в атаке на Алиманов, в атаке на Увурсус. Так что выдвигаемся на запад. И также встаем Ордой. То, что я встаю Ордой в конце хода, это во-первых дает нам укрепление, то есть сплоченность падает медленнее. Во-вторых, это влияет на прирост. Прирост Орды. Здесь это не очень хорошо видно, но в дальнейшем отображаться все это будет очень и очень наглядно. И первым делом нужно повысить сплоченность Орд. Так что строим роскошные шатры, они дадут нам еще и небольшой источник. Денег позволят как-то повысить уровень доходов. Что по налогам, по сплоченности. Тут можно теоретически попытаться слегка приподнять налоги. Это не сильно повысит, кстати, доход. Но сильно скажется на сплоченности. Сплоченность и общественный порядок это для Орды одно и то же. Так что пока снижаем налоговую ставку. Есть у нас небольшая казна, это позволит продержаться какое-то время. Но цель для несущих победу совершенно понятная. Им надо занимать у Бурсис. Тем самым мы повысим сплоченность. За счет победы, за счет захвата города получим дополнительные средства. Цель для начала кампании совершенно ясна. Это захват у Бурсиса. Тем самым мы, кстати, еще избавимся от своего противника Алиманов. По технологиям в первую очередь. И сложно здесь сказать, что стоит изучать в первую очередь. Конечно же, стоимость содержания для пехоты ближнего боя это очень важная технология. С другой стороны, германский боевой отряд в принципе будет использоваться достаточно широко нами в ходе кампании. Но в самом начале я пойду в трудовую повинность. Не столько потому, что эта технология нужна нам для одной из малых целей. В первой главе, за которую мы получим одну тысячу. Меня здесь больше интересует постройка второго уровня Дом Костореза. Вот она в самом низу, постройка для Орды, плюс повышение дохода для земледельческих построек, плюс овчарня. Это источник одновременно и пищи, и денег. Вот как раз отмечено, что трудовую повинность нам надо изучить. И, разумеется, надо набрать армию. Потому как этими силами мы у Бурсис не возьмем. Противник будет продолжать наращивать свою армию. И, в первую очередь, меня интересует наемный анагар. Наемный анагар это именно то, что нужно для штурма у Бурсиса. Это хорошая осадная машина, которая поможет нам расправиться со стенами. А второй плюс в его нами, это то, что противник не сможет нанять этот самый... ...анагар. Сделал я, на самом деле, две попытки начать за вандалов, посмотреть, как они развиваются. И на первом или на втором ходу алиманы нанимают анагар. Что таким образом делает штурм у Бурсиса сложной задачей? Потому как эти анагары стреляют по осадным машинам. Конец хода. И что я могу сказать по первым своим двум попыткам играть за вандалов? Компания весьма и весьма сложна. Если быстро не разобраться с алимаными, они просто закатывают вандалов. Проигрывать вообще на начальном этапе игры просто нельзя, иначе Орда просто не сможет восстановиться. Наши армии, наша Орда, это и наша военная мощь и экономическая. Так что любое поражение, любое уничтожение одной из Ордс, это фактически поражение в кампании. И в начале кампании вандалы очень уязвимы, несмотря на достаточно сильную армию. Их, свеба, свеба требует заносчивую даму, которая является членом нашей семьи, в жены. Я откажу. Её, в принципе, можно сплавить кому-нибудь более надёжному, более полезному. И пока что свебы идут на север, в сторону Рутамага, в сторону Дурука Турома. Вашей казне едва хватает средств, чтобы покрыть текущий расход. Спасибо, спасибо, я знаю. У нас всего на два хода денег, так что надо брать Уурсис как можно быстрее. Ну вот, у нас полный стэк, и мы осаждаем город. Начало кампании за вандалов на самом деле очень динамично. Ну вот, кстати, у противника уже почти полный стэк, кавалерия. Ставим в очередь с одной личностью, продолжаем осаду. И подводим, подводим подкрепление. Подводим нашу арту. За два хода она добирается. Достаточно уверенно. До Уурсиса, и здесь главное встать в сатаке. В режим лагеря. Римские армии Легион 22-й. Примиджения. Наверное, так это произносится. Легион 30-й. Ульпо Виктрикс. Легион 10-й. И сразу же, после первого хода, надо осматриваться. По опыту двух кампаний, что я сыграл за вандалов, ни одна из партий не развивается по шаблону. В первую мою попытку свевы пошли на юго-запад, и их там убили. Во вторую попытку свевы пошли строго на запад, в сторону Аварика, так как они находились первоначально возле Лунгдуна, но их все равно перехватили и убили. Немного я расскажу сейчас о диспозиции на начало кампании на первый ход. И заодно перейду в окно дипломатии. Вот она, Западная Римская империя. Имеет она уже шесть войн с квадами. С ютами, с саксами, с азготами, каледонцами и пиктами. Но, все равно, Западная Римская империя достаточно сильна. И пока что, пока она не подкошена многочисленными атаками варваров, начинать войну с ними я не хочу. Несмотря на то, что имею пятую силу среди всех фракций, Вторую силу на начало кампании имеют Восточные римляне Третью Имеют Сассаниды, Четвертую Гунны А Пятую Вандалы, то есть мы Казалось бы, достаточно сильная фракция Двастека Но эти два стека набирают наши окружающие племена германцев, франков, бритов Примерно ходов за 10-15 А к тому времени мы все еще будем кочевой ордой без экономики Находящейся на границе между Германией и Рецией Нориком То есть свое преимущество по военной силе мы потеряем достаточно быстро И сейчас я намерен его использовать, захватив алиманов, чтобы обеспечить Хоть какую-то экономическую подложку для нашей орды Ну и уничтожив одного из противников Потенциальных И текущих Итак, пока что наша цель Это у Бурсис, повторяю я это в очередной раз Пока что не стоит нанимать здесь Ни один из отрядов Увеличивать, продолжать армию Достаточно бессмысленно Этими двумя стэками мы в принципе справимся при штурме У Бурсиса надо посмотреть, не нанял ли противник чего-то нового Ну как я и говорил, наемники с первого же хода Это германские пикинеры в этот раз И наемные германские охотники Но она уже в нашей армии Так что они его перехватить не смогли Что сильно облегчит нам штурм В дальнейшем И разумеется Чуть не забыл я про Политику На первом ходу даже забыл Первое что стоит делать Это смотреть Какая же жена у нашего предводителя Угоди Гизеля Кстати отмеченного в истории германского вождя Главным образом отмеченного тем Что он слил компанию за вандалов Неудачно атаковав Рим По-моему в 406 году Нашей эры Но жена на этот раз У него просто великолепная Жены Выдаются рандомно При старте кампании В этот раз у нас отличная жена Набожная Личное влияние плюс 2 Религиозное влияние плюс 5 Для государственной религии Если муж этой женщины правит А он действительно правитель Нашего вандальского королевства Нашей вандальской кочующей орды Ну и что здесь стоит сделать На начало В начале кампании У нас есть дочь Ингунсис Имеет она перк заносчивая Что снижает хитрость Мужа Который ей достанется Сразу же посмотрим По перкам Это увеличить стоимость Содержания Защита в ближнем бою Для атлетополководцев И стоимость обслуживания Для того Несчастного человека Который рискнет на ней Жениться В принципе Ее можно сплавить Какому-нибудь Царьку Варваров Которые находятся Рядом с нами Дабы заключить С тем самым Договор о ненападении Либо Торговое соглашение Либо Оборонительный союз Но вот как раз Я попробую сделать Оборонительный союз С тюрингами Но пока что Они не хотят И я настаивать не буду Внимательно Каждый ход Надо следить За изменениями В дипломатии Квады Начинают нас ненавидеть Сами видите Договор с Аланами Переход границ Держава Маркоманы Маркоманы Это одни из лидеров В Германском союзе Второй лидер Это Алиманы С которыми мы воюем По крайней мере К ним Очень и очень Хорошо относятся Так что Наша война С Алиманами Делает Отношения С ближайшими соседями Просто отвратительными Даже то Что мы заключили Союз с тюрингами Это практически Чудо Начала кампания Но пока что С дипломатией Все Продолжу я Разбирать Окно фракции Окно Окно Нашей политической Партии Что здесь Можно сделать На самое начало Кампании Поскольку нам Недоступны Провинции Поскольку Мы кочевая орда Можно сделать Всего лишь Пару важных Действий Это во первых Сменить Полководца В наших Армиях А заодно Их Переименовать Все эти Абстрактные Названия Несущие победу И воющие волки Мне в принципе Ничего не говорят Так что Надо Во первых Попытаться Найти Где же Эти самые Армии Переименовываются Так Кородословная Обармия Вот Несущие победы Все таки Игра новая Все таки Слегка Путаю я Обозначение Здесь мы Поставим колесо Потому что Мы орда Это будет Армия Нашего Наследника Сейчас я ее Переименую И затем Сменю Полководца Поскольку Это Армия Наследника Стоит ей Стоит ей Придумать Название Как раз Обозначающее То что Это Армия Наследника И назову ее Незамысловато Наследники И какой-нибудь Эпитет Какое-нибудь Пролагательное Надо для нее Выбрать Тут стоит Внимательно Подумать Надо выбрать Что-нибудь Связанное С наследничеством Или Отображающее Преемственность Ну и то Что это Вторая Наша Армия Ладно Не буду я Долго Мудрствовать Назову ее Просто Серебряные Наследники То есть Это Вторая Армия И армия Наследника Сразу же Так Все Применилось Название Еле-еле Влезло И Заменить Этого полководца На Гензерика Вот Наши два Сына Вождя Первый Имеет Навык Вождь Авторитет Плюс один Второй Имеет навыки Строитель Красавец И Способности Выше Стяг Готовность Не знаю Я Как Появляется Эта способность Как она От чего Зависит Ее Появление Но Но Сына Нашего Вождя У которого Есть Навык На строительство Лучше поставить В дальнейшем Будет В губернаторах Хотя У нас Очень нескоро Будет Провинция Очень нескоро У нас Будут Земли Но Пока что Ставим Наследника Управлять Этой Армией Серебряные Наследники Ну а Воющих Волков Я Так же Незамысловато Переименовываю В Золотых Вождей Если Вам Не нравятся Эти Названия Вы Можете Продолжить Свои Хорошие Качественные Названия Отражающие Суть Того Что Это Основная И Подчиненные Армии Я Разумеется Приму Так что Предлагайте Свои названия Армии Если Они Понравятся И мне И Куче Народу Я их Приму Не раздумывая Но На этом Ходу Кажется Все Кажется В принципе Что еще Можно Сделать Можно Потратить Влияние Можно В принципе Посмотреть Стоит ли Взять Здесь Какого Нибудь Из Кандидатов Или Полководцев Под Пристальное Внимание Вот Здесь Есть Индульф 34 Года Государственный Деятель Верность Базовая 5 Средненькая И Навык Обаятельный Плюс Один К авторитету Базовая Способность Стойкий Защитник В принципе Неплохой Полководец Ничего Отвратительного Я в нем Не вижу Не считая Того Что Ему 32 Года Это Достаточно Старый Будет Муж Для Нашей 20 Летней Дочери Но Все-таки Это Не 50 Летний Визимар Государственный Деятель Предводитель Бывший Нашей Второй Армии С Неплохой Базовой Способностью На Скорость Следования В принципе Можно было бы Ее прокачать До второго Уровня Но Где-то Ходов Через 10-15 Я думаю Этот Полководец Нас покинет По естественным Причинам Ну Контроль Здесь Можно увеличить Что я и сделаю Собираем Поддержку За Годи Дизеля Кстати Если у вас Вначале Попалась Плохая Жена То Стоит С ее Помощью Развестись А с Помощью Самого Лидера Попытаться Найти Себя Новую Жену И По тому Как Накапливается Собственно Влияние У Самих Персонажей Я хочу Немного Сказать У Дочерей У Женщин В нашей Фракции Оно Просто Копится Каждый Ход Это Зависит От Ее Перков Личное Влияние Плюс Один Есть У всех Жен Ну Ну По крайней Мере Тех У кого Не Копится Влияние Каждый Ход Я не Встречал У Полководцев Ж Оно Накапливается Когда Они Находятся В Армии И Совершают Боевые Походы Захватывают Победы Либо Же Влияние Копится У Губернаторов У Простых Государственных Деятелей Влияние Растет Либо От Перков Которые Не Всегда Присутствуют Либо Не Копится Вообще Так Что Если Вы Хотите Чтобы Ваше Влияние Росло Назначайте Ваших Назначайте Ваших Членов Семьи На должности И Воюйте Либо Назначайте Их На должности Губернаторов Ну В принципе Все Очень Много Я Времени Посвятил Разбору Новой Системы С Родовым Деревом С Генеологическим Деревом И Алана Призывает Нас Короже Отменяю я это Предложение С Легкостью Это Можно Сделать Никаких Последствий Данный Отказ Не Повлечет Пока Что Мы Не Будем Вступать Ни В Какие Войны Стоит Отметить Что В отличие От Рима 2 Союзы Здесь Имеют Меньшее Значение Очень Много Стала Фракции Народности О Кстати Гуны Так Вот Очень Много Стали Очень Много Стало Народности Фракции Фракции Которые Не Спешат Держать Свои Договоры Не Спешат Приходить На Помощь В Войне Так Что Заключить Надежный Крепкий Союз Весьма И Весьма Сложно Вовсю Здесь Кочуют Римляне Их Империя Все Еще Сильна И Атакуют Аланы Нет Бастарни Атакуют Аланов Вообще Это Очень Нетипично Для Подобных Фракций Для Оседлых Варваров Атака Накочующих Накочующие Отряды В принципе Я Поддержу Своего Союзника Наверное Так Хотя Это Испортит Отношения С Теми же Самыми Германцами Тут Сложный Выбор Итак Бастарны Они Одобряют Военные Действия Против Астготов Действия Агентов Против Астготов То есть Когда-то По истории Вандалы Сцепились С Астготами Но Насчет Астготов Я Не Беспокоюсь Мне Кажется Астготом Будет Не До Нас Они Порицают То Что Мы С С Аланами Имеем Дела А что Думают Аланы Они Не Любят То Что Мы Великая Держава Здесь Сложный Выбор На самом Деле Я Я Бо С Радостью Подержал Аланов Но Я Не Хочу Портить Отношения С Вот Этими Германскими Племенами Которые Так Достаточно На нас Обижены Просто Тем Что Мы Воюем С Алеманами Так Ладно 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 Пожалуй Не буду Рисковать И Отклоню И Расторгну Военный Союз Не Знаю Какие Это Последствия Повлечет С Одной Стороны Мы Не Обидим Германцев С Другой С С С С С С С Снизится Такой Параметр Как Надежность Как Надежность Нашего Лидера Что Помешает Нам Заключать Договоры С 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 И Рост Уровня Империя Пока Что Сохраняется Игра Очень Долгие Здесь С 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 Увеличили Свой Контроль Среди Политических Партий Но Немножко Потеряли В Величине Влияния И В принципе Где-то После Достижения 30 очков Можно попытаться Выдать Нашу Дочь Ингунтис Ингунтис За Индульфа Все-таки Имена Достаточно Сложные У всех Этих Варваров Ну и Момент Истины Атака Атака Наших Армий На Убурсис Убурсис Касургис Гензерикс Будоргис Много Всяких Окончаний На С Ну и Взглянем Что делают Наши Союзники Последние Оставшиеся Союзники Свеба Просто Качуют Маркоманы На нас Вконец Обиделись Из-за Перехода Границ Державы Стоит Ожидать От них Войну Хотя Если Мы Будем Удерживать Наши Военные Силы На Достаточно Высоком Уровне Этого Не Случится Пока Что Здесь Воюют Только Квады Воюют С Римской Империей Остальные Германские Племена Ведут Себя Достаточно Спокойно Франки И Саксы Привычно Воюют С Западной Римской Империей Скоро Они Начнут Грабежи Ну А Римляне Получили Очередного Противника Даже Не знаю Кого Калидонцев Ли Пиктов Ли В общем Кто-то На них Напал Но Меня Это Заботит Мало Так Тюринги 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 Луги И Квады Отношения Ухудшаются Отношения Улучшаются Отношения Улучшаются Из-за Разорванных Договоров Саланами Вот Здесь Квады Можно попытаться Заключить договор о неропадении Но не получается Пока Подождем И С тюрингами Также Попробовать Оборонительный Слез Очень много Времени Уделяю Дипломатии Но это Стоит Делать На самом Деле Потому Как Если мы Получим Хотя бы Одну Войну Нам Будет Тяжело Если Мы Получим Несколько Войн Нас Просто Сметут Несмотря На то Что Мы Имеем Два Неполных Стека На самом Деле Кочующие Орды Очень И Очень Уязвимы И Скоро Вы В этом Убедитесь Ну А пока Что У нас Штурм У Буртиса Построили Мы Одну Лестницу Точнее Будет Четыре Лестницы Вот Он Гарнизон Противника Два Скрытых Отряда Это Скорее Всего Метатели Гарнизон Метатели Германские Стрелки Германские Новобранцы Преимущество На нашей Стороне А Сам Штурм Я проведу В следующей серии Спасибо Что Досмотрели До конца Скоро Вандалы Схлестнутся В своей Первой Схватке С противником